Уважаемые коллеги, уважаемый народ Украины, вчера в воскресенье в городе Кривой Рог прошли неконституционные и никому не нужные, неочередные выборы мескового головы. На них, как и в прошлый раз, убедительную победу одержал действующий мэр города Кривой Рог Юрий Григорьевич Вилку, набрав около 75% голосов. Представители партии, которые раскачали, выдавили эти внеочередные выборы, набрали Семен-Семенченко, партия «Самопомощь» 10%, и представитель партии «Укроп» набрал всего 4%. Что можно сказать? Можно сказать, что Криворожане, вся громада Кривого Рога объединилась для того, чтобы дать отпор тому произволу, который хотели сделать в нашем городе. Я очень благодарен всем людям, которые пришли на избирательные участки. Я очень благодарен всем тем, кто самоорганизовался и смог защитить свой город от политических проходимцев и политических авантюристов. На основании выборов в Кривом Роге можно сделать несколько очевидных выводов. Вывод номер один. Правда победила. Почему правда? Всем и врагам, и друзьям было понятно еще 4 месяца назад, что выборы в Кривом Роге, которые были осенью, на самом деле прошли законно. Любые попытки найти подтверждение голословным заявлениям о фальсификациях, манипуляциях, чему угодно, не нашли своего подтверждения. Этим занималась МВД, этим занималась прокуратура, этим занималась СБУ. Что мы получили в итоге? 8 решений судов, которые показали, что все правильно. Но, тем не менее, эти псевдопатриоты не успокоились и путем шантажа парламентской коалиции, путем истерик смогли добиться этих антиконституционных выборов, которые все-таки прошли. И какой итог? В прошлый раз было мало, результат 50% и перевес в 1000 голосов. Сейчас получили результат 75% и перевес в 180 тысяч голосов. Люди показали, что они против псевдопатриотов, псевдореволюционеров. И если кто-то надел на голову балаклаву, это еще не значит, что он себе присвоил право абсолютной истины. Следующий вывод, который можно сделать. Выборы в Кремроге остановили опаснейший маховик, который раскручивался последние два года. Когда нам навязывали мысль, что правильная правда, это только правда псевдореволюционеров, псевдопатриотов, людей в балаклавах, а все, кто против этого, на самом деле это такие не совсем уже настоящие граждане. На самом деле это не так. Сегодня эти политики, которые потерпели сокрушительное фиаско в своей авантюре, пытаются оправдываясь говорить, что у нас какой-то неправильный народ. Так может быть, это у нас какие-то неправильные политики, которые это говорят. Могу сказать, что мы готовы идти на досрочные парламентские выборы по всей стране, готовы защищать людей, готовы восстанавливать мир, готовы восстанавливать стабильность. И третий важнейший вывод, который можно сделать из всего этого, что людей уже не запугать и людей уже не обмануть. Правда, это всегда есть правда. Я поздравляю всех криворожан, я поздравляю всю Украину в том, что сломан опаснейший тренд. Когда нам навязывают псевдоидеи, когда нам навязывают истерию, и когда всякая нечисть в балаклавах рассказывают, что они единственные носители правды и будут делать все, что им позволено и все, что они хотят. Люди это остановили. Большое спасибо. У нас есть вопрос, пожалуйста, есть вопрос. Пожалуйста. Александр Юрьевич, много говорят о том, что платили по 500 гривен людям. Рекомендуйте, пожалуйста, эту ситуацию. В сегодняшней ситуации, когда людям просто невозможно выживать и невозможно жить после работы действующей власти, действующего правительства, в городе Кривом Роге действительно сохранены очень многие социальные программы. Например, когда отменен бесплатный проезд практически по всей стране, в городе Кривом Роге сохранены все льготы. Ездят бесплатно и наши ветераны, и чернобыльцы, и пенсионеры, всем тем, кому положены льготы. Сама сумма проезда 1 гривна 50 копеек – это самый низкий проезд в Украине. Когда правительство отменило бесплатное питание для деток в школах, в Кривом Роге для 1-4 класса у деток сохранено бесплатное питание. Есть множество других важнейших социальных программ, которые работают в городе. И когда было очередное повышение тарифов, город действительно принял решение, городской совет, о выплате компенсации людям на поддержку при повышении коммунальных тарифов. В Кривом Роге много социальных программ, направленных именно на поддержку людей. Еще и запитание ТРК Украина. Будь ласка. В сессионном зале оппозиционный блок воздержался от комментариев, что касается отставки Шокина. Скажите, пожалуйста, доволен ли оппозиционный блок работы генпрокурора и почему вы не голосовали за его отставку? Вы знаете, в стране существует коалиция, которая взяла на себя ответственность, дала много очень разных и интересных обещаний. Они друг друга назначают, потом снимают, потом сажают, потом выпускают, прилюдно арестовывают. Оппозиционный блок точно не хочет принимать участие в этой вакханалии. А работой генпрокурора довольны? Можете дать оценку? Оппозиционный блок считает, что вся действующая власть, начиная от правительства, заканчивая Верховной Радой и всеми силовыми институтами, должны уйти в отставку.